Детское радио представляет Вот ведь удивили! С Алексеем Лосенковым Всем привет! С вами Алексей Лосенков и 12 невыдуманных, смешных и удивительных историй. Главные герои моей программы – это вы, наши слушатели, ведь именно ваши рассказы звучат в нашем эфире. Но у нас есть традиция. Первым свою историю всегда рассказываю я. На сей раз ее главным героем будет сын одного моего приятеля. История первая. Главный секрет Буратино. У меня есть хороший знакомый – Сергей. А у Сергея растет сын Вадик. Вадику три года, и он очень любит гулять с папой и задавать всякие вопросы. А потом слушать папины подробные интересные ответы. Вот гуляют они как-то раз в парке. Вадик и спрашивает. Пап, а почему деревья зимой стоят без листочков? Ну, понимаешь, деревья зимой спят. Влага до веток не доходит, и листья опадают. Деревья вообще зимой не растут, объяснил Сергей. А довольный сын ответил. Понял. Вечером Сергей с Владом сели читать книгу. Сейчас любимая сказка Владика «Золотой ключик» или «Приключение Буратино» Алексея Толстого. Дошли до того момента, когда Буратино зарыл пять золотых в землю на поле чудес. Папа читает. И просидел Буратино всю ночь, глаз не смыкая, все ждал. А я знаю, почему дерево с денежками так и не выросло, перебил папу Влад. Наверное, в сказке тоже зима наступила. А деревья зимой не растут. Ну а теперь, друзья, переходим к историям, которые произошли с вами. Кстати, вы уже знаете, как стать героем моей программы? Нет? Тогда слушайте. Это очень просто. Можно зайти на нашу страничку на сайте детифм.ру и оставить там свою историю. А можно прислать рассказ на WhatsApp, Viber и Telegram детского радио. Номер плюс семь девятьсот шестнадцать девять шесть восемь ноль девять шесть восемь. Сообщение нужно начать со слова «Удивили». Ведь наша программа так и называется. Вот ведь удивили! Предлагаю вашему вниманию историю, которую прислали девочка Софа и ее папа Толя из Благовещенска. История вторая под названием «Бедная Золушка». Софочке четыре годика. Как-то перед сном попросила она маму почитать ей какую-нибудь книжку. Мама выбрала сказку про Золушку и начала читать. Софочка внимательно слушала, не перебивая. И вот мама дошла до того места в сказке, где Паш дарит Золушке хрустальные туфельки, чтобы та пошла в них на бал. Софочка неожиданно поднимает голову от подушки, удивленно смотрит на маму и говорит. Мам, а как же она будет танцевать с принцем? А что такое, решила уточнить мама? Так туфельки-то хрустальные. Они же будут все время хрустеть. История третья. Я назвал ее «Вот что значит настоящий верный друг». Роме шесть лет. Рядом с домом, где он живет, есть прекрасный большой парк. Рома с родителями часто ходит туда гулять и кормить птичек и белочек. Особенно Роме нравятся белочки. Они такие ручные, корм берут прямо с ладошки. Как-то вечером после ужина мама решила угостить всех шоколадкой. И Роме предложила кусочек. Он взял и хотел было уже съесть, но сначала решил прочитать, что написано на обертке. Дело в том, что Рома только-только научился читать. И поэтому с удовольствием читает любые надписи. «Шоколад горький», прочитал он по слогам вслух. «В ста граммах продукта содержится жиры 30 граммов, углеводы 54, белки 10 граммов». «Белки?» – удивился Рома. «Мам, эта шоколадка что, из белок, что ли, сделана?» «Нет, я ее точно есть не буду». За эту историю я говорю спасибо родителям Ромы. Папе Филиппу и маме Кате из Екатеринбурга. А за следующую моя благодарность Валентине и Сергею из Краснодара, родителям девочки Илоны. История четвертая. «Скромница». Илоне пять лет и четыре месяца. Мама очень часто называет Илону не по имени, а просто «красавица ты моя». Как-то в гости к маме заехала тетя Лариса. С собой она принесла большой пакет со всякими вкуснючими пирожными. И вот сидят все за столом. С одной стороны тетя Лариса, с другой папа и мама, а между ними Илона. Все с большим удовольствием пьют чай и уплетают за обе щеки пирожные. Все, кроме тети Ларисы. Она не ест пирожные, а внимательно разглядывает то дочку, то ее родителей. Илона, заметив на себе ее пристальный взгляд, спрашивает. «Тетя Лариса, а почему вы так внимательно меня разглядываете и улыбаетесь? Я что ли пирожными испачкалась?» «А нет, что ты! Я просто смотрю на тебя и все никак не могу понять. На кого ты больше похожа? На маму или на папу?» Илона смущенно опустила свои длинные ресницы и застенчиво прошептала. «Я вообще-то больше всего на красавицу похожа». С вами Алексей Лысенков и двенадцать невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей. В программе «Вот ведь удивили!» Как вы знаете, героями нашей программы становитесь не только вы, наши слушатели, но и люди известные. Они ведь тоже частенько оказываются в смешных, нелепых, а порой и поучительных ситуациях. Друзья, вы уже догадались, наверное, что наступило время нашей рубрики «История пятая. Звезды удивляют». И сегодня удивлять нас будет моя хорошая подруга, народная артистка России Анита Цой. Давайте ей звонить. Анит, привет! Всем привет! Я знаю, что когда ты училась в школе, у тебя был свой необычный подход к точным и естественным наукам. Потому что я по-своему мыслила, и так было во всем. Например, физику с химией. Мама, химик у меня. Но я воспринимала по-своему. Например, закон земного притяжения. Вот кто-то сейчас надо мной смеяться будет. А я считала, что предметы могут летать. Не существует закон земного притяжения. Не могут предметы падать вниз обязательно. И я проводила эксперименты. Я залазила на свое фортепиано, которое всегда стояло у нас дома. Брала мамину любимую вазу. Ну, чтобы не экстремально было, я бросала ее на кресло. Безусловно, с высоты. Да? Но мне очень хотелось, чтобы взлетела эта ваза. А ваза падала. И все равно попадала на единственную пуговицу на этом кресле и разбивалась в дребезги. Понимаешь? То есть вот, ну как тебе сказать? То есть, мне все время хотелось установить свои законы природы. И из-за этого я тоже получала постоянно двойки. Да, потому что мне было интересней не за школьной партой, а в жизни. Это была народная артистка России Анита Цой. И ее история «Другим ученым я не верю» все сама сейчас проверю. Вот ведь удивили! С вами Алексей Лысенков. И я продолжаю знакомить вас с удивительными и забавными историями, которые приключились с вами, вашими друзьями, домашними животными и просто прохожими, которые на ваших глазах оказались в нелепой ситуации. Вы все видели, все слышали и решили, что об этом должны узнать все. Именно так и поступили мальчик Дима и его папа Кирилл из Серпухова. История шестая. Я назвал ее «Закорючечка». Диме пять лет. Мама у него работает юристом. Работы очень много, и поэтому какую-то часть этой работы мама часто делает дома. И вот как-то раз Дима сидел рядом с мамой и смотрел, как она работает. Прочитав очередной документ, мама в конце поставила свою подпись. Сын удивленно спрашивает. Мам, а что это ты за «Закорючечку» такую смешную в конце нарисовала? Это не «Закорючечка», – улыбнувшись, отвечает мама. Это моя подпись. А что такое подпись? Подпись – это такой личный знак, как печать, отвечает мама. Личная подпись есть у каждого взрослого человека. И у всех, кстати, она разная. Вот когда ты вырастешь, то должен будешь придумать себе подпись. А я уже придумал, – тут же ответил Дима. Я свою любимую машинку рисовать буду. История седьмая. Странные танцы. Кирюше четыре года, и его мама очень любит танцевать. Когда мама готовит обед на кухне или прибирает в доме, она всегда включает ритмичную музыку и пританцовывает под нее. Кирюше очень нравится, как мама танцует. Особенно, когда она при этом еще и пылесосит. И вот как-то раз, когда танцевальная уборка была закончена, мама села в кресло отдохнуть. И тут Кирюша заметил, что мама продолжает тихонечко петь, а пальцы на ногах у нее шевелятся. Кирюша изумленно смотрит на маму и говорит, «Мам, смотри, как интересно. Ты сидишь, отдыхаешь, а твои пальцы все еще танцуют». За эту историю мы говорим спасибо мальчику Кирюше и его бабушке Татьяне Иванне из Мурманска. А следующую нам рассказали слушатели из Тамбова, мама Света и дочка Катя. Катя три с половиной годика. Сидят они как-то с мамой на кухне, пьют чай с малиновым вареньем. И тут взгляд Кати упал на стоящую на столе солонку. «Мам», спрашивает Катя, «а зачем нужна соль?» «Соль? Ну, соль нужна для приготовления еды, чтобы было вкуснее», отвечает мама. «Без соли все будет пресным и невкусным». Через несколько дней мама испекла торт на свой день рождения. Сели пить чай. Мама взяла свою чашку, сделала несколько глотков и вдруг поморщилась. Хм, странно, какой-то горьковатый вкус у этого чая. Катя посмотрела на маму и говорит, «Так я ж тебе в чай соли положила». «Зачем?» «Ну, как зачем?» «Чтоб вкуснее было». Друзья, вы по-прежнему слушаете детское радио и 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей. в программе «История девятая» «История из истории». Я уверен, что все вычитали его рассказы «Живая шляпа», «Мишкина каша», «Фантазеры», «Тук-тук-тук» и, конечно же, его сказочные повести о приключениях Незнайки и его друзей. А ведь Николай Николаевич не собирался быть писателем. В детстве он увлекался техникой и химией. Затем 20 лет работал режиссером и постановщиком мультиков и учебных фильмов. Но однажды сын попросил рассказать что-нибудь интересное, и Носов стал сочинять для него истории. Об этом узнали его друзья-сценаристы и предложили рассказы напечатать в детском журнале. Через несколько лет Носов был уже одним из самых знаменитых детских писателей. Сюжеты многих рассказов Носова — это реальные истории, произошедшие с друзьями его сына и их родителями. А образ Незнайки Носов и вовсе списывал с себя. Он сам говорил, что в юности был очень шебутным и неорганизованным, все время чем-то увлекался и не доводил дело до конца. То фотографии, то с шахматами, то игрой на мандолине, то начинал собак дрессировать, а однажды решил научиться играть на скрипке, представляя себя музыкантом. Но оказалось, что это не так-то просто, и Коля забросил скрипку. Узнаете? Незнайку. Даже щегольская шляпа этого героя списана со шляпы самого писателя. Носов любил удивлять окружающих необычными фасонами широкополых шляп. Ну а теперь давайте я расскажу вам, какая история произошла однажды с этим замечательным человеком. У Николая Носова был внук Игорь, которого писатель очень любил. Как-то воспитательница Игорька рассказала Николаю Николаевичу, что все ребята в детском саду очень любят его внука и ходят за ним по пятам. А все потому, что он рассказывает им какие-то интересные истории. Выяснилось, что он пересказывает детям то, что рассказывает ему за обедом его тете Тане. Так стало понятно, почему Игорь не соглашается есть, пока тетя Таня не начнет что-нибудь рассказывать. Но вот вечером, во время ужина, Игорь так увлекся едой, что не заметил, как история закончилась. И вдруг он спохватился. Ну, рассказывай, тетя Тань, ну что, я зря есть должен, что ли? Вот ведь удивили! Именно так называется наша программа. С вами Алексей Лосенков, и впереди вас ждут еще три истории. Я назвал их «Я художник, я так вижу», «Тайна игрушек» и «Простая геометрия». Итак, к вашему вниманию, история, которую нам прислали слушатели из Санкт-Петербурга. Мама Ира, папа Андрей и их дочка Анфиса. История десятая. Под названием «Я художник, я так вижу». Арине пять с половиной лет. Ее мама работает в художественной галерее и иногда берет дочку с собой. В галерее постоянно проходят разные выставки. Одна из них особенно понравилась Арине. Это была выставка натюрмортов. Натюрморт — это такой вид живописи, когда изображают неодушевленные предметы. Например, посуду, музыкальные инструменты, цветы, фрукты или торт, например. Глядя на каждую картину, девочка восхищенно вздыхала. «Ах, как же это красиво!» Придя домой, Арина села рисовать. Конечно же, натюрморт с натурой. Она поставила стеклянную вазу с цветами на стол и стала рисовать. Арина уже почти закончила свое произведение, когда вдруг, неловко повернувшись, задела вазу, и та упала на пол. Ваза разбилась в дребезги. На шум прибежала мама. Увидев разбитую вазу, она хотела уже было отругать Арину. Но та ее опередила и, восхищенно глядя на осколки, сказала. «Мам, ты только не ругайся! Ты лучше посмотри, как это красиво!» Натюрморт со стеклянками. «История одиннадцатая!» «Тайна игрушек» Оксане четыре годика. Ей, как и многим девочкам, очень нравится играть в куклы. «Мам, как ты думаешь, а куклы могут расти?» Спросила она однажды. «Ну нет, конечно», — с улыбкой ответила мама. Вечером Оксана, как обычно, заботливо раздела всех своих кукол и уложила спать в специальном домике. А утром, когда Ксюша стала их одевать, то не смогла натянуть штанишки на одну из своих любимец. Подойдя к маме, она торжественно объявила. «Вот, смотри, я все утро никак не могу штанишки на эту куклу надеть. Значит, куклы все-таки растут. Только тайна и по ночам». Как вы уже догадались, эту историю нам прислали девочка Оксана и ее мама Анастасия из Калининграда. Прежде чем вы услышите последний на сегодня рассказ, напомню, что присылать истории из вашей жизни на детское радио можно либо на WhatsApp, Viber и Telegram, номер плюс семь девятьсот шестнадцать девять шесть восемь ноль девять шесть восемь. Сообщение, кстати, начните со слова «удивили». Либо свои истории можете оставлять на страничке нашей программы на сайте дети-фм.ру. Ну, а впереди у нас... Финальная история сегодняшнего выпуска. Ее прислали слушатели из Иркутска. Маленький Андрюша и его бабушка Арина Петровна. История двенадцатая. Простая геометрия. Андрюше четыре годика. В садике, куда он ходит, изучали геометрические фигуры. Воспитательница рисовала разные треугольники, пятиугольники и говорила, как они называются. А потом дала задание на дом – повторить с родителями все, что узнали на занятии. Вечером Андрюша с папой сели за стол. Папа нарисовал на листочке треугольник и спросил, «Как называется эта фигура?» «Треугольник», – сразу же ответил Андрюша. «Потому что у него раз, два, три угла». Правильно, сказал папа и нарисовал квадрат. А это как называется? «Квадратик», – отвечает Андрюша. «Или четырехугольник. У него раз, два, три, четыре уголка». «Молодец», – похвалил папа и нарисовал круг. «Ну, а это что такое?» – спросил он. Андрюша ненадолго задумался, глядя на круг, а потом и говорит, «А это, папа, нигде угольник. У него уголков нет». Ну вот и все на сегодня. С вами был Алексей Лосенков и 12 невыдуманных, удивительных историй в программе «Вот ведь удивили!» Встретимся на детском радио. Пока!